Сегодня первый раз, когда на лёд приходят я вбраться, но и не только приглашённые звезда, но и участники хоккейного клуба «Хомос». Мы не уходя с места, сейчас выясним, что чувствует человек. Хоккей сюда! Просто отпускаем! Отлично! У нас делимся впечатлениями, как вам здесь? Я первый раз на льду, поэтому очень боюсь, но всё, ощущения прекрасные. Более волнительно, чем сольный концерт? Ну, конечно, ведь русский играет в хоккей. Как-то кричала, расскажите. Вперёд, Хумо! Хумо, не стесняйтесь, забивай! Здравствуйте! Я уже говорила, что сегодня мы делаем всё то, чего мы не делали на предыдущих сериях, поэтому сегодня интервью беру не я, а у меня. Молодой человек, я надеюсь, посажился. Держите, пожалуйста. Видите, как вы стоите живут? Да, да, да. Какая у вас сторона рабочая? Без разницы, любая рабочая. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, про сегодняшний матч, каковы ваши эмоции, какое настроение и что вы скажете по сегодняшнему матчу? Сегодня заключительный матч домашней серии на домашней арене, то есть заключительный регулярного чемпионата. Естественно, мы все по этому поводу очень переживаем. У нас уже есть лёгкая ностальгия по проходящему сезону. Когда я упал на лёг, я узнал одну вещь, что вы самая красивая и хористичная ведущая. Ты моя умница, всё правильно сказала, давай пятюню, ты далеко пойдёшь. Как ты думаешь, кто скрывается в костюме Хумаюна нашего? Вам честно сказать? Да. Мой брат. Где мы взяли этого мальчика? Уходи отсюда! Капитана выбирает либо тренер назначать, либо команда. Кто назначил капитаном вас? Меня? Я сам. То есть у вас самоуправление среди самого себя? Абсолютно. И как вам ваш капитан? Отлично. Мне очень нравится. Не знаю, как команде. Мне вообще от души. Хочете фразу «Надежда, мой компас земной»? Надежда всегда со мной. Почему в рабочее время ты стоишь в коридоре и болтаешь с людьми? Знаешь, какой хороший человек? Болельщики. Болельщики. Я их агитирую, чтобы они приходили на матчи каждый раз, когда они происходят. А почему ты не фотографируешь этих болельщиков, а разговариваешь с ними, Долга? Ты хочешь украсть мой хлеб? Сверчак. Вы пришли для того, чтобы нарисовать себе на щеках птичку и флаг Узбекистана? Нет, это моя дочка хочет. Это моя дочь. А почему вы сами не хотите приобщиться к современному искусству? Ну, здесь столько детей и так вот это. Еще я буду... Я сейчас... Я могу договориться, вас без очереди пропустят. Спасибо, спасибо. Кто прячется в костюме нашего Хумаюна? Ильяс. Ильяс? Он наш деток. Серьезно? Да. Ну-ка и расскажи, как ему там работать, как думаешь? Ему работать нужно очень сложно и передевать она ночью. Дежда, мой компас земной, а удача, большая награда. Да, да, да. Смелость? Да, смелость, наверное, да. Как дела? Очень хорошо. У вас как? У меня вообще отлично. За кого болеем сегодня? Сегодня за СКА Нева. Откуда понаехал? Отсюда, из Узбекистана, из Ташкента. Тогда почему за СКА Нева, а не за Хумо? Ну, я люблю зарубежные команды. Смотри, какая подстава. Вон там, переведи-ка на него камеру. Наш самый преданный фанат Хумо. Смотри, вот этот болеет за СКА. Я думал, у меня... Я могу всех отвлечь! Я могу всех отвлечь, я тебя отможу потом. Продолжи фразу. Надежда, мой компас земной. Она от рады и верности. Ну, в принципе, тоже неплохо. Это предпоследняя домашняя игра регулярного чемпионата. Что ты чувствуешь по этому поводу? Печаль. Ты будешь скучать по хоккею? Очень. Но вы мне не дадите скучать. Это факт, конечно. Расскажите мне, друг мой, за кого вы сегодня болеете? За СКА. Это понятно. И как оно вам быть в меньшинстве здесь? Подвергаться риску? Ничего страшного. А вдруг поколотят? Я вас моляю. Вы не можете быть уверены. Болельщики-то они такие, ребята. Я за себя в ответе сам. Итак, сервер. Сегодня вы уже не в качестве почетного гостя, а вы привели с собой целую армию футболистов. Потому что хоккей что? Второй познать. Лучшая игра после футбола. А дальше не было слышно. Это последний домашний матч регулярного чемпионата. Как ощущения? Крайний матч. Поправочка. Здравствуй. Ну какие ощущения? Немножко грустно, немножко и отпускает, потому что большая работа была проведена. Но, конечно, уже начинаем немножко ностальгировать по вот этим вот эмоциям, которые потом возьмут паузу, паузу, приостановятся до, как минимум до плей-оффа, будем надеяться. Там уже в следующем сезоне начнем заново. Кирилл, как вам? Вы у нас второй раз уже на матче. Вы второй раз приезжаете. Как вам вообще хоккей вне хоккейной изначально жаркой стране? Ну, если вы вспомните, как все начиналось, да, то, что как формировалась команда, дворец там достроили, пока принимался он, и как все это выглядело летом, и посмотреть, что сейчас происходит, это вообще, это классная, это колоссальная работа, которая была проведена. Вот вся наша рабочая команда испытывает ностальгию, тоску. Мы смотрим назад и думаем, какие мы молодцы. Что думают болельщики? Мы думаем все-таки наших умо самые лучшие игроки. Сколько раз я приходил, они больше всех забивали голов. И как бы самая правильная игра, это у наших чемпионов. Вы что думаете? Ну, я думаю, неплохо. Молодцы. Так интересно, рассказываете. Ну да, я сам в шоке. Ну да, я не могу. Субтитры создавал DimaTorzok